Один раз у нас в Чирыше поймали крокодила. Был пойман человек, который разделывал эту тушу крокодилу, потому что в октябре он впал в анабиоз и плыл, соответственно, по реке. А он думает, ну бревно, как бы, да, вот с его слов. А оказалось, что это крокодил. Нет, до такой степени климат на Алтае не изменился. Да и по прогнозам экспертов не изменится, по крайней мере, в этом столетии. Появление рептилий в нашей реке – дело рук человека. Крокодила, рассказывает Татьяна, кто-то держал дома, а потом выпустил в реку, где он и погиб. Все-таки не тропические у нас речушки. Та же история с пираньями, которых несколько лет назад поймали в Аби. А вот пауки-каракурты и богомолы все чаще попадают на фото и видеокадры наших земляков. По словам зоологов, непривычно, но вполне объяснимо. К нам приходят животные, которые раньше жили, допустим, в Казахстане. То есть, скорее всего, здесь только об изменении климата речи не идет. Здесь идет речь об опустынивании территории, о более теплых зимах, возможно, о большей приспособленности животных к данным условиям. Поэтому, да, ареал действительно расширяется. И у нас встречаются те виды, которых ранее на территории Алтайского края не было. Аномальная погода, а такая в Сибири и на Алтае встречается все чаще, уже закономерность, утверждают климатологи, по-другому не будет. Перепады погоды характерны для меняющегося климата и в перспективе только усилятся. Это мнение климатолога Томского университета Сергея Кирпотина. Именно поэтому аномальная жара чаще всего заканчивается залповыми ливнями, из-за которых тот же Барнаул на время превращается в Венецию, или ураганом, ломающим деревья и сносящим крыши домов. Уже вот то, что происходит, оно укладывается в схему, предложенную и российскими климатологами, ну и в целом на мировом масштабе, что да, это последствия глобального потепления. Но оно не является вот строго так, что каждый год на определенную величину все время увеличивается, увеличивается, да, это идет циклически. То есть периоды выделяются повышенного увлажнения и, наоборот, сокращенного. Температуры более высокие, наоборот, более низкие. Вот вспомните на эту зиму, там ведь были очень холодные периоды, когда достаточно такие низкие температуры наблюдались. Мы тоже про это предупреждали, что пока идет, вот, видимо, переход к следующему периоду, и такая вот катастрофичность была уже определена учеными. Климатологи еще пять лет назад говорили, Сибирь – самая горячая точка на планете в плане потепления. Сибирская Арксика теплеет в четыре раза быстрее, чем другие регионы. Климат становится все более неустойчивым. В Горном Алтае наиболее ярким последствием климатических изменений является уменьшение площади ледников. За период инструментальных наблюдений малые ледники потеряли 20-40% своей площади. Некоторые исчезли, а крупные – от 8 до 20%. Пауки и насекомые южных широт еще полбеды. Хотя именно по этой причине уничтожающего растения колорадского жука становится все больше. Есть и сами растения, а именно сорняки, которые эксперты относят к карантинным. Из-за изменения климата они стали хорошо приживаться в Алтайском крае, тем самым захватывая территории и мешая развиваться полезным культурам. «Хочется обратить внимание на амброзию полонолистную. То есть это прям такой яркий представитель из мира растений. На сегодняшний день очень и очень широко представленная, распространенная на территории Российской Федерации. Но до последнего момента это был преимущественно юг. В последнее время мы отмечаем ее наличие и у нас. Следует отметить также горчак ползучий, тоже карантинный вид. Вот этот как раз уже по сравнению с амброзией, наверное, более опасный в плане того, что он корнеотпусковый. И в случае, если он появляется на поле, при неграмотной организации этих агротехнических истребительных мероприятий происходит его растаскивание. Это вот как раз южное растение, и вот оно продвигается к нам сюда на север. Ну я имею в виду, да, все-таки мы в Казахстане, севернее находимся. То есть родина у него в Казахстане. По мнению ученых, вот вернусь к амброзии, то есть там составляются такие карты прогнозные по потенциальному ареалу распространения по территории Российской Федерации. 20 лет назад было одно видение по этой как раз полонолистной амброзии. На сегодняшний день существенно на север подвинулась самая потенциальная граница ее возможного, ну мало того, распространения, еще и акклиматизации, внедрения именно в растительные сообщества. Также двигаются из южных широт не карантинные, но тоже вредоносные растения, такие как золотарник или лесохвост и циклохен дурнишниколистный. Пыльца последнего, как у и амброзии, очень большой аллерген. В связи с потеплением климата специалисты вынуждены придумывать все новые способы борьбы с южными сорняками. Климатолог Наталья Харламова отмечает, все сельскохозяйственные ведомства сейчас должны быть готовы как к наводнениям, так и к засухе. По ее словам, из-за климатических аномалий в регионе неизбежно изменений и подходов к выбору сортов сельскохозяйственных культур и уходу за ними. У нас может быть летом плюс 40, зимой может быть минус 40, соответственно 80 градусов, не каждая вытерпит и поэтому гибнут. То есть пока зима теплая или лето не жаркое, растения существуют, да, потом раз и погибают. То же самое и с животными. То есть если оно может вот в таких вот экстремальных условиях обитать, да, есть шанс, что это станет нашим постоянным видом. Чтобы глобальное потепление не привело к катастрофам, ученым, экономистам, энергетикам, аграриям, нужно работать вместе. В одном направлении, уверена климатолог Наталья Харламова. Даже меня вот удивляет масштаб этого года, вот то количество высадков, это не сказки, то есть это подтверждение того, что все работает, все эти выявленные тренды, действительность, она даже превосходит все наши прогнозы. Правда, высказывания о том, что в наших широтах в перспективе можно будет выращивать апельсины и бананы, а также ходить круглый год в майках и шортах, как в Майами, все наши эксперты опровергли. Температура точно не повышается в год на 4 или 5 градусов. За полвека она выросла всего на 2-3 градуса. Опровергли и тот факт, что из-за таяния ледников могут появиться вирусы, погибшие тысячи лет назад. Чтобы с изменением климата было комфортнее людям, необходимо большее число зеленых зон, скверов и парков, считают эксперты. А вот то, с чем все без исключения солидарны. Глобальное потепление, как бы оно ни проявлялось, продолжится. И главная задача сегодня – суметь к нему адаптироваться. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, Андрей Печоркин. День с толком.